Рязанские семьи получат выплату 5000 рублей на детей до 3 лет. Как будет осуществляться порядок получения этих выплат, рассказали в пенсионном фонде. Данная выплата положена всем семьям с детьми до 3 лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. В том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Данные дополнительной финансовой поддержки семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой в стране представляются не в рамках материнского семейного капитала, а сверх этого материнского семейного капитала из федерального бюджета. Она не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной поддержки или социальной помощи. Обратиться за деньгами можно в течение полугода. Подача заявлений до 1 октября. Достаточно подать заявление в личном кабинете на сайте ведомства или портале госуслуг. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно. ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Пенсионный фонд сейчас работает только по предварительной записи через электронный сервис или по номеру телефона 30 30 30. Что касается сертификатов на материнский капитал, то 160 семей в нашем регионе их уже получили за первого ребенка. Как известно, в 2020 году маткапитал предоставляется российским семьям не только при рождении или усыновлении вторых либо последующих детей, но и за появление первого ребенка. С 15 апреля этого года сертификат будет оформляться проактивно, то есть без прямого посещения органов ПФР с какими-либо заявлениями или документами на получение материнского сертификата и на дальнейшее его использование. Для этого потребуется, чтобы каждая семья получила доступ в своем личном кабинете или на сайте пенсионного фонда или на портале госуслуг. Подтвердить оформленную учетную запись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ. Если гражданин – клиент банка, то подтверждение записи доступно в дистанционной форме через онлайн-сервисы или мобильные банки. Под теми же реквизитами, логином и паролем, что и на госуслугах, владелец капитала в дальнейшем сможет зайти на официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации в свой личный кабинет и получить все необходимые сведения или обратиться за услугами дистанционно. Продолжение следует...